Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр, Академия Счастья. Поговорим сегодня о прошлых жизнях. Это та тема, которая помогает человеку больше узнать себя. Потому что, когда мы знаем, кем мы были в прошлых жизнях, то мы можем гораздо лучше применять свои способности в этой жизни. Почему мы забываем прошлые жизни? Потому что у нас при переходе между жизнью происходит момент такой стирания, как бы обнуления. То есть мы прекращаем ассоциировать себя с той бытийностью, которая была до этого. Хотя первые годы жизни ребенок еще все равно чувствует определенную взаимосвязь и может даже говорить об этом. Но часто в нашем обществе родители просто пресекают такое общение, говорят, да, не выдумывая, этого всего не было, ты фантазируешь и тому подобное. Хотя были проведены исследования, опыты, да, то есть и на эксперименте, да, то есть было проверено, что действительно ребенок, который говорил, кем он был в прошлой жизни, что произошло, да, и это было проверено, это действительно произошло. То есть поэтому тут есть определенное знание, определенная взаимосвязь. Конечно, часто нам больше приходит какой-то травматический опыт, который больше над таким зарядом, да, сильным. И, конечно же, когда мы в этот опыт погружаемся, то мы можем его перепрожить и понять, что произошло такого с нами в прошлой жизни, что повлияло на эту жизнь, что, ну вот, было настолько травматическим, что отпечаталось на этой жизни. У человека могут быть какие-то странные желания, да, он может, например, поехать, хотеть куда-то в какое-то место, чтобы это перепроживание произошло, там, или, например, хочет встретиться с каким-то человеком, заниматься какой-то определенным видом деятельности. Вот это все то, что, вот, скажем так, идет из неосознанного, но также может идти из прошлой жизни. Почему? Потому что незавершенные циклы в прошлых жизнях, они как бы вроде бы похоронены, да, но человек все равно хочет это возобновить, то есть он хочет закончить этот цикл, если в прошлой жизни что-то было незавершено корректным образом. Это могут быть какие-то отношения, да, которые в этой жизни тоже хотят как-то трансформироваться, завершиться, и мы их называем кармическими. То есть это и встречи с вашими друзьями, близкими, родственниками, как будто вы вот встречаетесь и чувствуете, вот, я встретил какого-то человека, которого знаю давным-давно, что я не, ну, как бы, не то, чтобы знал его в этой жизни, но я его чувствую вот прям очень близко, как своего родного, да, то есть происходят какие-то вот такие очень тесные взаимосвязи. Поэтому, чтобы вот опыт прошлой жизни восстановить, да, чтобы он не был потерян, я провожу человеку процессинг, я его возвращаю в прошлые жизни, то есть без гипноза, без какого-то внушения, помогаю ему постепенно шаг за шагом сначала разобраться с тем, что было в ближайшее время, потом все глубже и глубже. И так человек возвращается в свои прошлые воплощения и может там получить вот этот бесценный опыт, которого ему не хватает сейчас, то есть он может вернуться туда, найти вот эти инциденты, которые не были завершены корректно и завершить их, то есть путем перепроживания, восприятия как есть, наступает принятие, и у человека появляется больше осознанности в отношении этого, и он начинает понимать, что с ним произошло, почему с ним это произошло, как произошло. Соответственно, он начинает в этой жизни уже жить по-другому, то есть те вот эти негативные суждения, постулаты, которые были приняты в той жизни, там я хочу умереть, у меня ничего не получается, я пропал и тому подобное, все это уходит, и поэтому нам важно вот двигаться туда и убирать этот негативный заряд, не просто даже потому, что это там интересно исследовать, а потому что это коренным образом меняет наше осознание и то, как мы воспринимаем реальность в нашей жизни, потому что нету как таковой одной реальности для всех, да, это достигнутое согласие, но каждый видит это по-своему. И то же самое касается прошлого, прошлых воплощений. Мы можем говорить о прошлом, вроде бы это, ну скажем так, какие-то похожие вещи, о которых мы говорим вместе, но все равно мы видим это как-то по-своему, под своим углом, и вот это вот видение мы можем обсуждать и приходить к общей реальности. Поэтому я предлагаю вам сделать практику, которая касается прошлых жизней. Вот войдите в это состояние медитации, вот оно очень близко к состоянию тета-волн, да, то есть или если у вас получится, просто погрузитесь в тета-состояние, и почувствуйте, что приходит у вас из прошлых воплощений, то есть какие образы, картинки, восприятия, какие-то мысли, суждения, и окунитесь в это, почувствуйте это. Если придет какой-то конкретный случай, то перепроживите его с помощью процессинга счастья, просто перепроживая вот со всеми подробностями, как будто это вот происходит с вами сейчас. И так сделайте несколько раз, пока вы не почувствуете облегчение, и этот заряд уйдет, и вы будете снова в настоящем времени в осознанном и счастливом состоянии. Почему я говорю про тета-ритмы, да, потому что в этом состоянии можно гораздо легче и проще и эффективнее соприкоснуться со своим подсознанием и оттуда убрать то, что мешает вам в настоящем времени. Вот. И когда сделаете практику, запишите, что у вас получилось, и вышлите в комментариях к этому видео или мне личным сообщением. Все мои контакты указаны будут под этим видео, и вы сможете написать мне в соцсетях и, конечно же, добавиться в друзья, потому что я буду рад общению с теми людьми, кто заинтересован в духовном росте. Вот. И как раз для этого я и создал Академию Счастья, то есть мой проект, сообщество в Facebook, в Viber, в Telegram, в других соцсетях, ВКонтакте. То есть везде, где люди могут объединяться и свободно общаться, и постигать правила счастливой жизни, помогать друг другу в улучшении собственного состояния, помогать другому в улучшении его состояния. Для этого и есть партнерские отношения. Вот. Для этого и есть мы встречаемся с друг другом. Вот. Если это видео вам понравилось и было полезным, то ставьте отметку «Нравится», палец вверх, колокольчик, включайте для напоминания новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, поделитесь этим видео с вашими друзьями, это будет очень ценно и полезно. Если вы захотите поддержать меня и мой канал, то реквизиты в описании. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Смотрите вот эти видео, которые появились сейчас на вашем экране. И я вам желаю счастья и до скорой встречи.